Мы понимаем, что есть адвокат. Адвокат – это лицензированный человек, он должен каким-то требованиям соответствовать, экзамены сдает, бар, в случае чего ему по рукам надают, не дай бог. То есть, как-то он отвечает. Есть страховка профессиональная и так далее. Безусловно. Я как раз их продавал в то время, когда я занимался коммерческим страхованием. Теперь, помимо адвокатов, есть какое-то количество услуг. Есть какие-то организации, которые могут быть частным лицом, даже не поймешь, где там организация, где частное лицо, там вроде организация, она на личный счет деньги принимает и так далее, которые оказывают какие-то услуги. Есть услуги, которые на пертура агентства оказывают, они понятные. То есть, скажем, заполнить формочку на сайте посольства, если он не уверен, что там писать, например, тебя понимают. Но вот какие-то... Есть какие-то еще там услуги, такие более комплексные. Что вот мы тебя тут заполним, там мы тебя встретим, тут мы тебя на работу устроим нелегально, там мы там еще что-то. Вот государство как-то регулирует это все или есть какая-то серая область, где казна говорит, пока трупа нет, там делайте что хотите. Если честно, регулирует и эти люди, которые занимаются такого рода бизнесом, они в открытую реально нарушают закон и та же организация, которая выдает лицензии адвокатам, она это все регулирует. Эти люди, про которых, ну, типа, да, то есть бар ассоциейшн. Бар ассоциейшн, да. В каждом штате. Есть как бы в городе, в каждом городе, есть в каждом штате. Очень сильно штрафуют за это. Если узнают, потому что у человека должна быть лицензия. Некоторые legal representatives тоже могут получить своего рода лицензию, и они тогда могут под опекой адвоката, скажем, сами заниматься какими-то услугами юридическими. Но даже заполнение простых форм, самых простых, казалось бы, форм, на весь это считается уже legal representation, это считается уже практикой юридической. И потенциально может вести за собой наказание финансовое, и какие-то даже иски могут быть открыты против этих людей. То есть это все считается... Не по факту того, что они какую-то беду причинили, а по факту того, что они вообще этим занимаются. Правильно, потому что это индустрия, которая требует лицензию. Точно так же, как контрактор будет строить без пермита, да, или, например, архитектор будет строить без лицензии, доктор будет лечить без степени, да, без лицензии врача. Точно так же, то есть есть организации, которые это все регулируют, и если они получают информацию от кого-то, то, что определенные организации или частные лица этим занимаются без лицензии, то могут быть... Практисы злого, да. Да, то есть это называется unutterized practice of law, и это нелегально. Но ведь есть же там бабки, там бородатки заговаривают. Ну, то есть как бы она не медицинская практика, но как бы вроде их никто не трогает у нас, да, или там по руке гадают, или там зодиакального там. Да, ну, правильно, ну, то есть, смотрите, это люди делают, они идут на риск, у них есть какие-то свои понимания, соображения, почему и зачем они это делают, и, в принципе, если у них кто, как говорится, их не заложил, то они спокойно продолжают этим заниматься. То есть, вот, например, нельзя, там, скажем, взять десятку и заполнить с человеком вместе форму, сказать, ну, говори, так это что у тебя, это что у тебя, вот я сейчас сяду с ним и заполню. Правильно, если нет, если человек это делает просто по дружбе, помог товарищу заполнить, это одно, а если он дает человеку совет юридический? Это уже юридический совет. Даже в заполнении простой анкеты, скажем, на грин-карту, на гражданство. А вот такой вопрос, вот вы адвокат, вот приходит к вам, я к вам прихожу и говорю, Свет, у меня вот канал большой, там народу много, давайте так будем делать, я буду, значит, там, рекламировать какие-то услуги, так? Вот, значит, и будут дать на вас там поток, а мы с вами там, допустим, поделимся. Дальше я, значит, вешаю объявление, говорю, там, грин-карта за 10 тысяч долларов, допустим, гарантируем успешное прохождение, ну, то есть уже такой хардкор такой крэп, значит, там, гарантирую там статус беженца, значит, на всю семью, там, без выезда в Соединенные Штаты. Ну, я не знаю, ну, такого сорта вещи. Вам за это что-то будет? Будет, потому что есть этический такой моральный кодекс, которому адвокаты должны соответствовать и придерживаться. И за эти нарушения, ну, кто обычно жалуется? Жалуются обычно клиенты или потенциальные клиенты. Да. Тогда адвокат может открыть, может быть открыто дело против адвоката и стоять вопрос о том, забирать или не забирать лицензию, лишать на какое-то время практики. Ну, вот как отбирают права на вождение машины, когда человек что-то нарушает. То есть у нас есть определенные правила, как мы можем рекламироваться, какие слова мы имеем право использовать в рекламе. Слово гарантируем абсолютно нельзя использовать, потому что результат не может быть гарантированным. Точно так же, как мы говорим, деньги рискованные идут, например, на взнос. Делиться как-то средствами с тем, кто не адвокат, мы тоже официально не имеем права. А вы можете сказать, я вообще эту Мишу не знаю. Он там на своем канале что-то говорит. Ну, любит он меня, шлет народ. Я вообще не кричу. Тогда дадут предупреждение, скажут, вы должны ему сказать, чтобы он эту рекламу забрал. То есть если начинаются какие-то жалобы, какие-то проблемы, это уже вопрос адвоката, профессиональных каких-то требований. Тогда этот вопрос начинается расследование всей этой жалобы и так далее. И если это довольно... Если это на самом деле человек не знал, я не знала, например. Мне говорят, вот, а мы нашли, что на вас рекламируют. Я говорю, я даже не знала, не слышала. Первый раз такое слышу. Вот, пожалуйста, в течение двух недель или недели уберите это, если вы не хотите проблемы. То есть это все регулируемое деятельность. Я просто, я помню, когда страховым брокером был, там тоже вот это этическое, и рекламироваться, и чего можно, и чего нельзя. И там все кишки там выворачивали. Нельзя комиссионные делить. Если это не лицензированный страховой агент, ты не можешь с ним делить комиссионные. Ну, знаете, почему это вообще создано? Потому что считается, что лица, которые... Допустим, адвокат почему не может поделиться с человеком, который не адвокат, которому посылают регулярный бизнес? Он же хочет его как-то отблагодарить. Да. Но это создано для того, чтобы адвокат не был под влиянием или контролем человека, который не имеет юридического образования, и который может иметь свои какие-то интересы, которые будут негативно влиять на... На интересы клиента. На решения, не только на интересы клиента, а они могут быть положительно влиять на интересы клиента, которые будут мешать адвокату правильно делать свою работу. Который адвокат будет этически уже связан как бы с финансовыми какими-то делами, и не будет использовать как бы здравый смы, здравый разум, и не будет использовать свои навыки юриста именно вот с этой точки зрения. Потому что если тот же самый... Если другой адвокат просто будет мне посылать бизнес, даже не зная меня... Кому еще надо делать? То абсолютно это легально дать ему... заплатить ему какой-то процент. Но вы же можете нанять маркетинговую организацию. Вот. Если я нанимаю маркетинговую организацию, которая показывает, что она делает для меня какую-то работу. Ту же рекламу, брошюры, какие-то звонки, тогда без проблем я плачу им зарплату, или они даже работают не на зарплате, как контрактор НДПН. Да. Тогда есть выход из этой... Пишут там 10 тысяч грин-карты на всю семью рекламируют. Ну, это легально тогда, если именно таким текстом. То есть есть определенные... Определенные тексты, которые работают, которые правдивые, которые разрешены, а есть, которые не разрешены. То есть нет проблем в том, что я напишу 8... Вот как я говорю, например, у меня цена 8 с половиной тысяч на статус беженца для вас, для членов вашей семьи, кто там, жена, муж, дети до 21 года. Это же легально написать. Понял. То есть вы на самом деле тогда... Я понял. Тогда вы должны дать им тот текст, который они могут писать. То есть вы должны контролировать, что они про вас пишут. Конечно. Раз у вас контракт, то вы на самом деле как бы тоже отвечаете за то, что они про вас скажут. Сто процентов. Я сама составляю текст или проверяю каждое слово. Хорошо, понятно. То есть есть свои правила, короче. Я просто... Я спрашиваю на самом деле в интересах людей, которые нас смотрят. И не то, что я там любопытный, хотя тоже любопытный. Но просто очень много вопросов на эту тему. Вот, а этот сказал, а тот сказал. А что же такое делается? А неужели так можно? Ну, что происходит? Люди, которые не имеют лицензии. Я имею в виду лица или организации, которые предоставляют какие-нибудь юридические услуги, которые без лицензии. Они не боятся идти на риск уже, так как они уже это делают без лицензии. И для них тогда... Это будет ничего. Все, что угодно. Потому что они не подписали ничего, они не получили лицензию, которая лимитирует в том, что можно говорить в рекламе, а что нельзя говорить, что можно обещать клиентам. Точно так же адвокат не имеет права угрожать кому-то, что подаст в суд. То есть адвокат, простое лицо, может написать. Вот если вы мне это не сделаете, я подам завтра в суд. Да. А адвокат не имеет права так писать. Адвокат может, например, к примеру, написать будут какие-то там последствия, но не конкретно угрожать судом. То есть есть определенные вещи, требования, которые мы должны следовать для того, чтобы нашу драгоценную лицензию не потерять, которая так тяжело зарабатывалась. Ну, чем тяжелее дается, тем аккуратнее люди работают. Хотя я помню, что в страховании там постоянно вот эти бюллетени издавались, там у этого за это забрали, у того за то забрали. То есть там довольно много мошенничества всевозможного. Я помню эти большие истории, когда там по 300, по 500 человек там машины били, там врачи, адвокаты, там хиропракторы, все там большие такие. Это правда. Есть адвокаты тоже, которые с лицензией, которые набирают клиентов, берут деньги, а потом исчезают. Такое тоже бывает. В смысле в асфальт закатали или так? Да. Такое-такое тоже бывает. Поэтому есть разные ситуации, поэтому бывает тоже опасно. То есть поэтому человек должен поговорить. Я считаю, что хорошо провести консультацию вначале, убедиться, что человек хочет с этим адвокатом работать. А сейчас есть такое, как там первая консультация бесплатно или сейчас это уже в прошлом все? Это не то, что в прошлом или в настоящем. Есть определенные виды закона, в которых до сих пор приняты бесплатные консультации. Например, в иммиграционном праве такое не практикуется. Почему? Потому что в иммиграционном праве в большинстве случаев человеку нужна всего одна консультация. И если человек получает реально какую-то практическую информацию, а кроме информации также получает рекомендованный курс действий на дальнейшее, то есть это своего рода такая эвалюация, почти как диагноз их ситуации. Человек за это платит деньги. И каждый адвокат решает этот вопрос по-своему, но в принципе в иммиграционной практике, наверное, редко случается, чтобы была бесплатная консультация. Например, в сфере, скажем, автомобильных аварий или семейного права, там до сих пор существуют бесплатные консультации. Я помню, честно сказать, не помню, в какой области право человек практиковал, но не давал бесплатные первые консультации. И когда я говорю, а вот там такой дает и такой дает, он говорит, ты понимаешь, что происходит? Вот если не будет в городе пять адвокатов, которые дают первую консультацию бесплатно, то девять человек из десяти пойдут ко всем пяти. Потому что просто бесплатно. Потому что время его ничего не стоит, а вот так пойдет и будет одно и то же. Поэтому оно как бы практического смысла не имеет. То есть не то что, ну просто ерунда какая-то. Знаете, что получается? Просто, может быть, начинающие адвокаты что-то делают вначале бесплатно, просто потому что им самим это интересно для практики. Плюс они надеются, что они какой-то бизнес этого получат. А чем больше лет в практике, тем больше понимаешь, что люди, которые серьезно заинтересованы что-то делать, у них нет проблем заплатить за консультацию, особенно, например, в моей практике я всегда даю кредит на ту сумму, которую человек заплатил за консультацию. То есть человек возвращается, эти деньги отнимаются от уже установленной цены, поэтому он не теряет деньги за консультацию, и она в итоге как бы получается бесплатной, потому что он эти деньги получает потом как кредит. А если человек особо не заинтересован ничего делать, а просто, например, хочет сам оформить свои документы, то я не согласна бесплатно работать на таких людей, потому что я же частный бизнес, а не благородительная организация. Поэтому и обычно я даю консультацию. Это не просто описание того, что есть уже в интернете, а это внимательная эвалюация ситуации человека и обсуждение с этим человеком всех вариантов иммиграции, которые конкретно подойдут к их ситуации, то есть к их, скажем, взглядам, к их финансовым возможностям, к их планам. И я даю им конкретную рекомендацию, что и как делать, что для этого нужно. То есть получается, что они получают квалифицированную информацию, которую они не могут получить, просто прочитав что-то в интернете. И за 13 лет практики еще никто не пожалел, что они пришли на консультацию. Ни одного раза человек не сказал, что, знаете, я заплатил эти деньги зря, я ничего не хочу делать. То есть даже кто-то, кто решает что-то делать сам, всегда говорит, что, да, вы знаете, очень полезная информация, и мне это поможет, и я согласен что-то делать, или спасибо большое, не могу ничего еще сделать.